Всем привет! Давайте все посмотрим в камеру. Камера здесь остается. Можно передать что-нибудь в потоке, и передать сказать, что хотим. Здравствуйте, доброе утро, наши удаленные от нас коллеги. У кого как, у нас доброе утро, у вас, возможно, доброго дня. Мы пока завершим трансляцию. Спасибо, мне разрешили. Enjoy us! Не в том смысле, что join, а enjoy. Друзья, рады, что вы к нам потом присоединитесь, даже в формате записи. Мы будем рады передать вам всю энергию, которая у нас здесь, хоть и в небольшом количестве, но вот за счет фонтанов в большом. А там идут трансляции сейчас, наверное. С некоторым запаздываем. У меня, с кем я разговариваю сегодня. Блин, этот вопрос уже прозвучал, но... А куда мы вышли в трансляцию? Макс был, так сказать, уверен в себе, если там нормально. Можно об этом немножко поподробней? У нас это, так вот, старая. Нет, 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 как по-английски правильно говорят, опыт-экспириенсы, то есть опытная. Опытная, опытная. Да, да, да. Это с какого потока, если не секрет? Прямо с самого начала, с первого. Это сентябрь, да, если я правильно помню? Нет, это было раньше. Нет, ну раньше, это когда бесплатно было, Марк вот говорил, да? Это мой исторический период. То есть, до Рождества... До Рождества? Финтрова. До Рождества Финтрова. Супер! И как это было? Очень сильно упиралась. Прямо не хотел мой мозг вообще никак действовать прям потом. Но потом мне все посчитали. Ага. Потом мне привели пример. Если ты не хочешь сама полюбить себя, то тогда жизнь начинает тебя испытывать. Она мне начала испытывать. И я полюбила себя. Пришлось, да? Пришлось, да? Пришлось. И детям. А теперь вот просто забудь. И наберись энергией сама. Тогда все пойдет. Искусственным. Полностью. Полностью все искусственные. Но Элита решила Финтрианску по-другому. Она просто вывернула сама этот дом. И я в растерянности час ночи думаю, блин, как-как-как-как-как кормить. И как опытная мамочка я достала грудь. Она ее взяла. И вот мы дома. И вы видите длинноногую, большеглазую, длинноногую. И все у нас хорошо. Вообще супер. Вау. У нас был выверш. А я сижу думаю, а вдруг? А вдруг каждый раз длинноногая. Я первый раз выиграла, чтобы бесплатно участвовать. Ааа, супер. Причем я первая. Для меня это вообще было. Я сидела на кухне и всегда. Ааа. Я на самом деле вам выхожу на прямой эфир. Как раз в той лекции. Вернее, что у нас там было? Манифестация, да? Которая должна была в итоге на своей страничке разместиться. Чтобы участвовать в розыгрыше. Я выхожу. Пришла домой. Включаю. Выхожу. И понимаю, что вот просто меня прет от этого. О, это то, что мне надо. Вот понимаете? Силы, желания. Да. И намерения даже. Иногда. Это очень потрясающе. А потом еще второй момент очень интересный был. Когда мы посчитали вот это вот, откуда деньги приходят. И карточку вложила. И когда я после отпуска приехала, я посчитала зарплату свою. Она именно такая же цифра вышла. Это для меня тут было. Именно такая цифра. Понимаете? Надо было больше написать. На задание было так, посчитали. Я и так плюс 10 процентов делала. Да, я и говорю. Это нужно, чтобы вирус пошел. Да легко. Сейчас Миша приедет и с боями заразить нас. Вирус, да? Да. Абсолютно. 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 Здесь вопрос в приоритетах. И как мне правильно очень кто-то из наших друзей сказал, что не обязательно быть в этом потоке. У меня свой поток, извините. Я говорю, супер. Спасибо, что напомнили. Да, да, да. Для меня удивительно был такой момент, что я вот на следующее утро, по-моему, переслушал, потому что вечером не успел. Я иду по дороге, мне навстречу машины с определенными номерами. Причем я очень давно отслеживаю, случайно бросаю взгляды. Там 3-3-3, 4-4-4, там 7-7-7, 9-9-9. Это есть по английской нумерологии определенные значения. Там везде хорошее значение. Но я вот прямо слушаю Марка, и у меня навстречу, там, я не знаю, 5 машин с таким номером, 3 машины с таким номером. Ну вот с повторениями причем. Я думаю, что это? Это Москва. Слушаться, да. Медитация, прям вдохнуть, аккуратно зашел. Миша еще тот нетвокер, да. Из-за ходу. Я отреблил, спасибо. Это как раз то, что мне сейчас надо. Я в такой восторге была. Потом появилась возможность, посоединилась. У меня в отеле был день рождения. Ну, то есть, вообще-то так все отпало. Пока, конечно, изменения есть в определенном уровне, но что-то начиналось. Говорить о чем-то так еще рано. Главное замечать. Да. Ну, это абсолютно давно. Вчера Аня совершенно спонтанно пришла на фестиваль трансформационных игр. Это вообще, я всем советую. Трансформационных игр. Причем, я купила билет позавчера прям в полночь. Ну, то есть, я увидела у Макса на странице, думаю, что это такое, спросила. Он говорит, а тебе, дед, надо приходить. Я думаю, ладно. Покупаю билет, прохожу. И, конечно, это вот прям еще нужно с этим поработать. Формата никакого нет, просто что запомнилось из той фильтры, в которой мы все, я не знаю, что случилось за последнее время или там, когда ты приступил и что-нибудь такое, ну, о чем, может быть, не писал. Встреча с сотрудниками ГИБДД. Давай, давай сделаем так, чик, и переключились. Думаю, к чему бы эти траты, которые только что возникли? Отдающий получает. Знаешь, есть... Тебе лучше отдал. А он говорит, значит, ты делаешь, мы делаем, потому что это партнер был, да, мы делаем что-то такое важное, что вселенная немножко, ну, как бы, равновесие выстраивает вот таким образом. Я так думаю, ого. Лисы. Ну да, да, да. То есть, сначала немножко в минус, потому что, если ты жахнешь очень в плюс, то, в общем, смести... Да, так что считай, что делаешь что-то такое важное, что... Что чуть-чуть тебя приземляют ради этого. Приземляют, да, 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 да. Меня зовут Макс Лисицын. Я организую мероприятия, семинары, онлайн-программы. И, наверное, вот перед тем, как я присоединился к хинтрим, раз уж мы здесь собрались, да, я был полон отчаяния. Вот. Потому что я занимался явно нелюбимым делом. И думал, куда мне развиваться дальше. И вот, когда я услышал Марка, я услышал даже не медитации, а вот самая запомнившаяся у меня презентация была о том, почему любовь, ну вот, такая вечная сила, которая, вот, собственно, связь квантовой механики, эзотерики, в общем, для меня это все сразу открыло, все порталы. И я понял, что вот этот обряд, это то, что мне нужно. Поэтому я присоединился к хинтре, еще это было в феврале месяце. Вот. Рассказывай. Всем привет. Меня зовут Марина Чернова. Я долгих 13 лет была в профессии юриста. А сейчас вот меняю свою, и цели развития мои поменялись пенное количество времени назад. И я искала воодушевление. Меня очень вдохновили монетестации. Мне очень понравилась и сама идея, и воплощение вообще, когда люди с разных концов земного шара вместе медитируют на одну тему. Это так здорово, что вот всем вместе онлайн, это вообще бесценно. Я не знаю, как еще так вот можно собраться всем вместе вот так. И сделать это одновременно. Это очень здорово, дает большую прилипку энергии. Опять-таки, типа, обушевление прямо шкалит. Ольга. Да, отлично. У меня две признательности инвестиций. И вот только сейчас у меня дзен случился по поводу всего этого, по поводу инвестиций. Я когда пришла в Пинтер, у меня это новая инвестиция, что я хочу инвестировать. Но дело в том, что инвестировать пока нечего. Я рассказывала, что он взяла консультацию Марка. В себя. Потому что сейчас, для меня, да. Он мне сказал, делать медитацию с моим внутренним ребенком. И я понимаю, что вот это главное инвестиция. Он мне сказал, Оля, ты не представляешь, что откроется для тебя, когда ты сама с собой подружишься, себя полюбишь. Вот. И я ему очень признательна. Вот именно за это. Вот признательность инвестиций. Спасибо. Супер, супер, супер. Ура. Ура. По-моему, инвестиции в себя вообще самые прибыльные. Совершенно. Давай. Жги. Ну, меня зовут Ирина Губнова. Я архитектор. Я дизайнер. Я мама многодетная. Вот. И в финтере я с сентября месяца, с конца первого потока, начало второй, уже полноценный мой поток. Вот. И, конечно, это теперь еще два разных человека. Моя я сентябрь и я, июнь, это немножечко разные я. Вот. И вот две карточки, которые пришли, это ярость. Ярость, наверное, относится ко мне именно сентябрьской. Причем такая безысходная ярость на жизнь, на внешний мир, на внешнюю реакцию. И вот реально финтера помогла раскрыть себя как источник. Ну, просто больше его нет. Это раскрывать. Это осознание, вот прям, прям потрясающе. Это, наверное, одна из самых главных таких вот инсайтов, которые продолжаются здесь все вместе. И интересная карточка для меня не денежная мотивация. Она действительно так. Моя мотивация никогда не была денежной. То есть, ну вот, на любовь к себе, там, к миру, к людям, к, я не знаю, к творчеству. Но никогда не были деньги. Деньги – это был страх. Но мотивация была совершенно другая. Вот это, видимо, карточки про меня, про будущее, прошлое, настоящее. И вообще, это такой некий замес в моменте сейчас. Интересный, да. Ну, в общем, все. Я пошла заморожена. Ты даже не представляешь, как гармонично ты смотришься на фоне желтого там рожка. Не, 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 не провоцируй. Я хочу зеленый. Я хотела сказать эту фразу. Да, да, да. Какую фразу ты хотела сказать? Что фингера очень сильно меня изменила. Твой мир, в смысле, да? Да, твой мир. Да, да. И внутренний, и внешний. А это же фонисы. Вау! Девочки, что же вы со мной делаете? Вау! Да посмотрите, как красиво! Поверни бочком, поверни. Вау! Пожалуйста, поярче, да? Мычите отчетливее, пожалуйста. Это любовь к себе. Да, да, да. И к мороженым. Меня зовут Бутаков Александр. В киндре я с января месяца. И что хочу сказать? То, что Марк говорит, что-то мне ложится, что-то не ложится. Ну, вообще я, как бы, человек, который ставит довольно-таки высокие цели. Вот. И от того, что эти цели, бывает, ну, не выполняются так, как я хочу, меня, естественно, получается разочарование. И после разочарования, конечно же, происходит эмоциональное выгорание. Много разочарований ведет к эмоциональной жизни. Держись. Да. Поэтому, конечно же, до Марка я бы намного глубже, не смея, разочаровывался, болел. Вот. Но сейчас я отношусь к этому более спокойно, потому что понимаю, что, ну, не получилось, не получилось, все равно я иду в правильном направлении. И рано или поздно это все равно произойдет. И то, что я хочу, я получу. Жизнь, она длинная. За нами придут. Да. Вот так вот. И на подективу. Поэтому, ну... За границей нам поможет, да? Да. Для меня, конечно, тот образ, который я нарисовал, да, вот, его надо каким-то образом поддерживать и воплощать. Вот. Ой, ребята! Поздравьте меня! Ой! Ой! Я забыла! Ой! Ой! Я забыла! Я забыла! Вы знаете, мы с Люсечкой Прокиной подписали позавчера договор с Министерством Просвещения, и я там делаю дизайн. Забыла! Я реально забыла это! Вот. Вот оно. Съела волшебного мороженого и вычислила мне лавров. Не вспомнила! Я ж в Министерстве нынешнего Просвещения. А, сейчас я попрошу. Ну, а ты отдыхай. Всем доброе утро! Меня зовут Михаил Галерман. Я 20 лет последних занимался продажами, управлением, работал по найму в разных крупных компаниях. И вот уже полгода, как я уволился и ищу свое предназначение. С точки зрения того, почему я в Тинтере, это мой первый поток. И я вот, наверное, про историю предназначения и про людей. Про то, что у Марка делала задания эти. И деньги все. Ну, у меня вопрос про денег, он такой ключевой сейчас. С учет того, что я перестал быть такой понятной концепцией. Хорошего ежемесячного дохода. Но думаю, что будет еще больше. Там есть история такая в задании у одного Марка, да. Что все там вещи хорошие, деньги в том числе приходят через людей. И я еще до того, как в будущих Тинтере это как-то прочувствовал. И вот я вот немножко в определенном потоке, я так цепляюсь по поводу нетворкинга, да. Как еще рассказывал. Какие-то знакомства за знакомством. Я вот попал в English Breakfast Club. Там и познакомился с Сергеем Троцким. Он мне рассказал про Тинтеру. Из того, что я чувствую, это реально то тепло, которое есть в этой группе. Реально. Вот то, что вот есть. И то, что вы там друг другу. Все мы там какие-то смайлики. Вроде взрослые люди, да? Должны быть такие серьезные. Да. Но как-то это все равно. Все это реально детьми стоят. Поэтому как все работает, интересно. Наверное, кратко про себя. Спасибо. Спасибо. Так вот с Сашей поговорите, он мебелью антикварной занимается. Я вот с Ириной хоть поговорю. С Ириной можно поговорить, да. Ваш ход, сударыня. Всем привет. Меня зовут Аня Французова. Я в последние 15 лет была очень, скажем так, успешно ставила большие цели, достигала, работала в последнее время на руководящих позициях. Но в итоге я себя потеряла. Да? То есть я была таким достигатором чего-то для кого-то. Но это менять не было страшно, у меня была боязнь чего-то нового. То есть уйти там с насиженного места, заняться своим проектом, хотя идей очень много и мыслей и даже каких-то уже четких проектов. И параллельно с этим Михаил меня пригласил в манифестацию. Конечно, они очень помогли. Большое спасибо Марку. Это просто фантастика. Потому что была очень глубокая депрессия. Это не были основания. И дабы из этого всего выбраться и вообще как-то жить, мне нужно было, я уже поняла, провести какие-то психологические манипуляции. Над собой, да? Над собой, да. Потому что я никогда не занималась. Никогда не ходила к психологу, ничего. Я думала, я такая классная, успешная, мне все замечательно. Вообще всякая такая ерунда, деньги на вес. На самом деле нет. Вот. И попав в фильтру, получается, с седьмого потока, у меня произошло чудо. У меня, значит, день рождения в апреле я уже говорила об этом. Я обычно раньше на день рождения всегда улетала куда-нибудь и любила вообще-то новое место. А здесь или заработаем, как бы дохода нет. Я думаю, как считать, что же делать. И фантастика. Мне подруга дарит деньги на повестку к мадре. Вот, честно, я не знаю, как это. Это невозможно. Все равно никогда меня не поддерживало в плане франции. Она говорит, Ань, тебе это можно? Она возьми. Вот. Это был как раз тот выход, когда присоединилась, когда я начала работать над образом. То есть это вот все такое, как бы, я в восторге. Я в восторге. Я очень благодарна Марку, конечно. Такие чудеса. Поэтому большое спасибо Финтрия. Это волшебное место. Замечательные люди. Очень теплая атмосфера. Марка, спасибо большое. Ну, во-первых, я была всегда очень закрытым человеком. Очень, очень закрытым. Да. Не знаю. Всегда варилась. Какие-то свои теории, свои понимания. Да. И мне как-то не верилось, что другие люди могут как-то что-то так же думать, как я. Так, вроде так, глубоко. И вышла на Марка. И вот первое его презентационное, так сказать, видео, которое было. Да, все. Я поняла, что это тот человек, с которым я хочу общаться. Я прекрасно понимала, что социальная сеть, ты бы там как не шифровался. Кто надо. Это я вообще там закрыта была. И вот, увидев Марка, я тут же в этот же моментально Facebook. Все, и пошло, поехало, уже называется. И теперь я, честно говоря, в восхищении от того... Пусть читают, да? Пусть читают. Я в восхищении от того, что есть такие люди, которые, в общем-то, мыслят и думают, и как-то готовы открываться. И это же просто обогащает нас. Я очень благодарна Марку, что так вот все произошло. Не знаю, насколько это будет реально. Будет. Я сталкнулась. Больше веры в себя. Это реально. Спасибо. Это реально. Спасибо, да. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мартынов Александров. Я, собственно, на этом собрании первый раз. Потому что я только седьмого потока за Грегори. Сказать, что я попал в Кинзру, я в нее не попал. Меня, если можно так выразиться, засунули в Кинзру. Вот так как. И был это все тот же именитый Михаил Петров. Привет. Привет, Баянин. Он может. Он просто меня добавил в группу, не объясняя абсолютно ничего. То есть я просто вот проснулся, взял телефон и как-то понял, что я уже в каком-то пространстве нахожусь. То есть когда я, собственно, начал читать комментарии, то есть вот у меня был просто шок. То есть люди, которые вместе медитируют, молятся, обмениваются смайликами, любовью ради того, чтобы получить денег. Я думаю, ну это что за новая форма религии. Что-то для меня было ужасное. То есть я на это посмотрел, закрыл, так думаю, я потом об этом поговорю. И буквально месяц, то есть я вот просто так открывал, заглядывал там. Что-то вроде происходит, вроде красиво, вроде интересно, но откладываю. Ну вот к марту месяцу я как бы остался без работы, у меня стало большое количество времени. Думаю, ну надо залезть посмотреть. Миша Петров плохого не посоветует. Человек, который является финансовым консультантом, я думаю, он что-то в деньгах понимает. Что-то там все-таки должно быть. И, собственно, то есть вот я начал участвовать в медитациях. Мне это безумно понравилось, такой огромный прилив энергии, просто колоссальный прилив энергии. Потому что я как бы по своей логике был на тот момент жуткий интроверт. То есть и когда ты, собственно, открываешься огромному количеству людей, то есть ты начинаешь чувствовать колоссальную энергетику, что ты не один, что ты часть чего-то очень такого серьезного, большого. И, собственно, как можно делиться в это большое чем-то своим, так и получать откуда что-то. Я начал участвовать в медитациях. Я начал, когда медитации не было, то есть я просматривал эфир, то есть каждый день этим занимался. Поперло? Поперло. И тут, собственно, медленно так подкрался шестой поток финтра. Александр, а как со смайликами потом? Со смайликами я теперь сам пишу. Вот. То есть, собственно, к шестому потоку финтра я проявил нерешительность, то есть я, собственно, не стал заходить в поток. А Миша Петров просто взял и посоветовал? Миша Петров на самом деле, он вот меня подключил и он больше в этом не участвовал абсолютно. То есть он сделал самое главное. И больше даже мне никто не говорил. Потому что я вот, я прям, я ждал, когда откроется регистра, когда можно будет. Где? Вот нате мои деньги, дайте мне. Я ждал этого момента, когда, возможно, будет, собственно, к Эгрегору присоединиться. То есть я на самом деле Марку очень благодарен, очень серьезный такой, очень мощный человек энергетический, то есть с которым просто вот даже общаясь по видеосвязи, казалось бы, он находится там тысячи километров от нас, но благодаря новым технологиям мы, собственно, можем его видеть онлайн и собираться вместе онлайн из разных городов. Это очень прекрасно. Сейчас, собственно, я работу свою поменял, сейчас я устроился на работу агентом по недвижимости в компанию ТАЖИ и, собственно, буду стимулировать быт недвижимости в Москве, по этому обращайтесь. Да, если бы Марк сидел не в тысячах километрах от Кунгада, наверное, было бы дороже, да? Работаем в эфире. Рассказ был, это страх системы, был план, как обычно, план поменялся и будет поток, все как по-нашему. Я больше пошла с раму в духовность, но при всем при том, у меня возникнутый запрос, я хочу быть сама и вокруг себя объединить целостных людей, духовно и материально богатых. Вот прям формировал, впустила, прям даже клуб такой создатель. Буквально через три дня открываю фейсбук. Вот просто группа фильтра послушала Марк, но так как это был запрос, оно прямо сдзынькнуло. Ну, думаю, окей, все. И через день еще Михаил мне присылает. Ох уж этот Михаил! Вот, и собственно говоря, вот так вот оно, и то есть это был мой запрос. Был, наверное, вот один запрос, это стать самой целостной, духовно и материально богатой. Собственно, Марк этот образ отражает. Мне кажется, вот Макс идет, наверное, этим путем, либо ты шел, либо в процессе. Я вот тебе как раз хотел показать английский язык. Вот это поле игры нетворкер на английском. Круто, круто. Ой, прямо лоток герния! Я думала, это лоток герния! Я думала, это лоток герния! Я у нас видео, я так понимаю, все. Нет! Вот. У меня это по внутреннему запросу, по отклику. То есть у меня сейчас два момента. Про ценность вот свою, как бы, да, то, что я могу это все как-то вот сформировать. Любовь к себе. Да. Любовь к себе. Вот. Супер! Спасибо большое. И? Кто у нас остался? И? Да. Кто у нас остался? Кто у нас остался? Наташа. Я осталась. Меня зовут Наталья Алтыкова. Я в подготовке. Наталья. Победитель какого месяца? Марта. Наверное. Да, да, да. Погромче. Да. Погромче, да. Да, да, да. Меня зовут Наталья Алтыкова. Yes! Я в потоке с февраля месяца. В определенный этап безнадежности я очень сильно ощущала. И все это из-за того, что сопротивляешься? Ну, видимо, да. Точнее, точно да. Потому что 18 лет я работала в корпоративных финансах, а душа моя, конечно, была совсем не там. Вот. И в итоге, как бы, очень жестко меня вынесли с работы банально. Вот. И на протяжении вот этого года я ловлю... Поехали опять найти свой поток, чтобы найти проект, дело, которое меня будет полностью предоставлять и во всех смыслах делать меня счастливой. Да и все это будет связано с искусством. И я очень благодарна Марку за его знания, потому что они сложили очень многие мои пазлы и то, что я изучала, то, что я изучала, о чем читала, дело этого. А нам? А мы как же? А то Марку, Марку. Малыш, а как же мы? А мы же складываем туда столько энергии. Конечно. И благодаря вот всему вашему теплому сообществу я как-то перестала действительно те изменения, которые очень тихо, так деликатно, но происходят сейчас в моей жизни. Я перестала бояться, я перестала, начала чувствовать, что все работает и все помогает мне вокруг. И за это я очень счастлива всем благодарна. Спасибо большое. Ура! Как раз проговорили, да. Всем привет! Меня зовут Евгения Стронова. Я Женки Коуш. Мы эксцентанты в Евгении Испании. Также я курочек. Я говорю на четырех языках. Чувства вины... Чувства вины... Нету чувства вины, я понял, да? Такие есть, а чувства вины нет. Очень рада. Наконец-то реализировалась. Я многие посмотрели на фотографии. У меня есть маленькая память, хороший. Русь. Русь. Слышать, я еще. Арина, Канислава. О? Боже, Ольга. Да. Я не знаю, кто? Не знаю, кто? Маша, Русь. Супер! Хорошо, что пришла! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...